Попала в том виде, в каком она сейчас. Без носика, без губы, нет частей уха, отвалилась в пол хвоста. Собака добрейшая. Трехгодовалая Маша в приюте находится уже больше года. С такими недостатками стала всеобщей любимицей и медалисткой всевозможных выставок и показов. Всего в приюте вида сейчас находится более 150 собак и около 70 кошек. Последнее время приют находится в осадном положении. Денег не хватало даже на корм животным. Есть две большие проблемы. Это, естественно, финансовая проблема. Так как животных у нас уже больше 200, естественно, очень тяжело содержать их даже на пожертвования, потому что во времена кризиса, который у нас в данный момент есть, просто у людей нет возможности помогать как-то финансово. Ну и, соответственно, большая проблема – это помещение. Потому что земля, где мы располагаемся на данный момент, она выставлена на продажу. Как скоро она продастся, так скоро погонят нас с этого места. В подобной ситуации находятся еще два приюта в Ярославле. Все они нуждаются в помощи и поддержке. И она пришла со стороны областного правительства. В прошлом году в силу вступил закон, согласно которому судьба бездомных животных находится в руках регионального департамента ветеринарии. Первые деньги приютам, а это 100 тысяч рублей, были выделены уже в этом месяце. По федеральному закону все бездомные животные должны находиться на передержке не менее 6 месяцев. И наш региональный бюджет себе этого позволить не может. Поэтому, если эти малыши в течение трех дней не найдут себе хозяев, то по решению приюта они останутся либо на его обеспечении, либо будут усыплены. Сегодня вопросы реализации федерального закона финансовой поддержки и расположения помещений для приютов обсуждали на круглом столе в департаменте агропромышленного комплекса. По словам заместителя губернатора области Александра Шилова, в этом году на работу с бездомными животными выделено порядка 6 миллионов рублей. В первую очередь планируют регистрировать или чипировать домашних животных. Если она находится в одном месте жительства, в одном месте обитания с человеком, как человек имеет паспорт, любое животное должно иметь паспорт. Мы могли понять, что с ним делать, чье оно, что в детстве прививалось ему в щенечестве. Если подавляющее большинство животных будет в таком состоянии, я думаю, что нам будет гораздо легче. И тогда вопрос про передержки мы вообще задавать не будем. Также будет проделана работа по закрытию доступа бездомным животным в подвальное помещение многоквартирных домов по реализации проектов передержки и информированию населения о пропавших и нуждающихся в помощи животных. Светлана Доброхотова, Денис Лосев, День в событиях.